По поручению в Рео главы Чуваши Олега Николаева, в республике введены более жесткие меры в соблюдении граждан режима самоизоляции. Все учреждения социального обслуживания, органы социальной защиты, а также службы занятости населения Чуваши работают дистанционно. В Центре занятости населения Чувашской республики процесс обработки заявлений на регистрацию и перерегистрацию в качестве безработного продолжается даже в субботний день, поскольку за дни самоизоляции количество поступивших обращений увеличилось в 7 раз. Заявления подавались в дистанционной форме. Эта форма работы, она раньше не была предусмотрена и теперь она новая как для граждан, так и для нас. В связи с большим объемом работы мы вынуждены работать и в субботу, и в воскресенье, и во внеурочное после 5 часов время. Большой поток звонков, обращений вопросов от населения в связи со сложившимися обстоятельствами поступает и по телефону горячей линии Центра занятости населения Чувашской республики, организованные на время периода распространения коронавирусной инфекции. По телефону 58 18 50, а также на сайте czn.cap.ru, граждане могут получить ответы на все интересующие их вопросы. Для подачи заявлений для постановки на учет в качестве безработного и оформить пособие по безработице онлайн, граждане должны быть зарегистрированы на портале госуслуги. Кроме того, начал действовать порядок, позволяющий гражданину подать заявление через портал «Работа в России». В ближайшее время для граждан будет доступна более упрощенная форма подачи заявления для оформления пособия по безработице на портале «Работа в России». Сделать это будет очень просто. Документы не нужно будет подавать, достаточно разместить свое резюме и заявление. При наличии предложений вакансий будут поступать гражданину в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель, в свою очередь, ознакомится с резюме, пригласить на работу или на собеседование. На 11-й день гражданину будет назначено пособие, если за это время человеку не удалось устроиться на работу. Ну да, не очень сложно. Там всего лишь инструкция была, но не все понятно было. Там Башаря начинал, что надо было сделать, потому что удовлетворение, что все подтверждено. И я позвонил, мне сказали, что статус подтвержден. И через 10 дней гражданин безработный. Ранее решение о признании гражданина безработным принималось органами службы занятости после личного обращения гражданина с предъявлением в Центре занятости паспорта, трудовой книжки или документов, а также справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Если же органы занятости в течение 10 дней не могли найти соискателю подходящую работу, заявитель признавался безработным. Прежде для этого гражданин все 10 дней должен был лично посещать Центры занятости. Теперь этот процесс более доступен, так как проходит дистанционно, и на сайт нужно подать лишь заявление и резюме.